Глава 5.3 Спасибо за всё Близилось время отъезда И ты ему веришь? Спросила Карина Он мой друг, ответил Вадим Это понятно, но кому он там нужен? Не знаю, голос Вадика дрожал У него там семья, он говорит, что корейцы все такие Он говорит, передразнила его любимая Ты даже сам не веришь во всё это Не верю, признался Вадим Но очень хочу Вадюша, тигрёнок Он же водит тебя за нос Я уверен Вздохнула она, обняв его Нет никакой Кореи Он просто прекратит с тобой общаться Ты будешь думать, что он там А деньги? Ну, сам понимаешь В такие моменты Карина сильно напоминала его мать Он всегда раздражался от того, что не мог привести аргументов в свою защиту Вот Он порылся у себя в смартфоне Поискал нужное сообщение Скриншот билетов Карина посмотрела на фотографии Затем сказала Ты сам говорил, что он шарит в фотошопе Может, он попросту нарисовал эти билеты? Может Ну, я... Я всё же верю Верь, Варик Ну, вот увидишь Он либо свалит с твоих глаз Либо Затребует ещё денег Эти деньги Сказал Вадим Они Могли пойти на добрые дела Нам с тобой бы не помешали Он посмотрел в её выражительные Полные печали глаза Почему ты любишь такого идиота, как я? Ты не идиот Сказала она с уверенностью Казалось, она ждала этого вопроса Ты просто запутался Поверила в Орванцу Может быть, он не ублюдок вовсе В чём я сомневаюсь Но если так Ты помогал другу Что тут плохого? У тебя есть сердце Мне твои деньги неинтересны Я Люблю тебя за Совсем другое Вадим Окутал её своими объятиями Все проблемы и переживания улетучились Карина Знала слова Которые стоит подбирать в таких случаях Никогда не стыдила его за глупые поступки Но всегда давала понять, где тот ошибся И чего впоследствии не стоит допускать Если бы все неурядицы решались сексом То этой славной парочке пришлось бы не вылезать из квартиры долгие месяцы В самый разгар Зазвонил телефон Карина Закатила глаза Только не говори мне, что это опять этот Пикер Да пошёл он нахуй Пусть гудит И поставил на вибрацию Вот так Ему и скажи Её руки обвили шею Вадима Телефон не умолкал Может что-то важное Сказал Вадик, как только закончил Да ну тебя Ответила она И разозлившись Ушла в ванную комнату Вадик понял, что опять сказал что-то не то Настроение у неё поменялось Да Ответил Лёша, поднимая трубку Звонил Да, я Это Как его Я типа скоро уезжаю Ну и Давай пересечёмся Посидим на дорожку Где? В хорошем ресторанчике На Приморской, например Ну что же Идея интересная, конечно Но на чьи бабки? Я понимаю, Вадя Начал явно заранее заготовленную речь Ким По идее я должен проставиться Но Вот какое дело Как я ненавижу Твои бесконечные но Сказал Вадик Да послушай ты меня, скотина Голос Лёша был раздражён Скотиной И раньше он называл Вадика Но всегда в ироничном Шутливом ключе Как малой Толстяк Или Чудик Но в этот раз Интонация была совсем Иная Что? Ничего Это Как его? Сказал Ким Стыдливым тоном Извини Ты просто Как его Не дал договорить Ну так договаривай Вадик принял Словоблудие Кима За извинение Я Как его В общем Намели Нет Как его У меня есть деньги Даже Как его Доллары есть Но это Минимум На проживание В Сеуле Вернее Не у меня А Как его У дяди короче Он мне даст Потом Что ты хочешь Мне сказать Лёша? Мне нужны деньги Чтобы Проставиться А спросите Не у кого Я и так Назанимал У родни У друзей На отъезд А посидеть Хочется То есть Ты Проставляешься За счёт Моих денег Ну Как его Ну Да Короче Хитёр Бобёр Счёт Долго Как всегда Это Это И Ослу Понятно Что В счёт Ну Так Что Как его Что Как его Лёшек Ты же Обещал Мне Не Занимать Больше Ну Я Пи*** Понимаю Ещё Какой Ну Блин Я же На пару Месяцев Уезжаю Не увидимся Потом Всё же Вернул Ну Почему Ты Такой Долбов Да Я Долбов Голос Кима Напоминал Чем-то Мультяшного Персонажа Хрен С тобой Лёшек Сказал Водин Сходя В китайском ресторане на Приморской было спокойно Приятная этническая музыка Приветливые официанты неопределённой азиатской наружности Ненавязчивый свет, отличительная атмосфера Прекрасный день для проводов Ким выбрал это место не случайно Из соображений символизма Давай кальянчик ещё закажем, Водян Давай особо губы раскатывать не будем Немного раздражённо ответил Бутусов И чё ты такой напряжённый? Ты что мне мямлил месяц назад? Что сам заплатишь за всё Деньги, деньги, деньги Ким спародировал ослиный рёв С каких пор ты так на них помешан? А ты не помешан, Лёша? Когда квартплату отдаёшь Когда продукты покупаешь Ах да Вадик выпучил глаза И саркастично посмотрел на Кима Ой, тоже мне Дон Карлеоне Отдам я тебе всё Я человек творческий И меня эти ваши, как я, заботы не интересуют Покажи свой билет Выпалил Вадим Я что, обязан его с собой таскать? Вообще-то Электронные билеты можно распечатать Ты мне обещал его показать Так стой Ты что, мне не веришь? Покажи Ну, при себе нет Замурлыкал Лёша Ну, вот Есть фотка Я сфоткал билет С этими словами он достал телефон И показал фотографию Тусклое освещение и низкое качество Бросились в глаза Смутно на фотографии можно было увидеть Определённые даты Имя, фамилию пассажира На изображении рядом С распечатанным билетом Лежала виза Которую распознать было ещё труднее Азиатское лицо Дата рождения Сроки Вадим не сказал ни слова Но Лёша Ощущая скептицизм Вадюша Громко ответил Ну, давай Скажи мне ещё Что все азиаты похожи друг на друга Мог бы и сюда визу притащить Сказал Бутусов Пьяники я сегодня буду Оттороторил Лёша Потерять боюсь документы Далее Последовала история О пропавшем паспорте В туалете Местного стриптиз-клуба Которую, очевидно Ким придумал на ходу Вадим не слушал его Его не покидало ощущение морока Витающего вокруг их столика Вытерев руки Влажным, тёплым полотенчиком Ребята приступили к трапезе Ким взял на себя ответственность Выбора блюда Официант принёс овощную смесь Вот это квашонка Что сейчас перед тобой Прокомментировал он Это наше корейское национальное блюдо Называется кимчи Самое народное Я буду такое кушать в Сеуле каждый день Потому что первое время Мне кутить там не дадут Вкалывать надо А там кимчи Это как наш борщ Или квас Или гречка Понятно Сухо выразил свою незаинтересованность Вадим Жаль Что тебя там не будет, друг Сказал Ким Ласково Ты бы оттуда из меня Баблиши вынимал Мелькнула мысль В голове Путешественник Он был зол на то Что Лёша Не сдержал своего обещания Проставляться самому Как там дела С твоей подругой Обручиться уже пора, небось Всё будет Когда-нибудь Она вроде бы ко мне Как-то не очень относится Дай-ка подумать, почему Ты не смог держать газы В её присутствии Первое время вообще Что-то мямлил Как смущенный девственник При ней же умудрился У меня скрянчить деньги на сигареты Вёл себя как свинья Полез в драку С каким-то школьником Список продолжить Ладно, ладно Я понял Отрезал Ким Это первое впечатление Ну, волновался я Девушка друга ведь Ты мне свою девушку Так и не показал Она вообще, кстати Придёт Она Глаза Кима Резко стали Метаться из стороны в сторону Она болеет То есть Как его Не она сама А бабушка её Да, как его Бабушка у неё болеет Она поехала в Москву Мы Мы там встретимся Нужно было Заканчивать этот нелепый разговор Вадим Вадим давно подозревал Кима В нетрадиционной ориентации Для этого и просил Познакомить его С той самой девушкой О которой тот Так часто трепался С другой стороны Даже физическое наличие Женщины Не смогло бы Прикрыть Ряд подозрительных эпизодов Что вытворял Лёша Припасённый нож В левом кармане Всегда был на готове В случае форс-мажора Если Лёша В очередной раз Напьётся И будет странно Себя вести Но в этот вечер Его тревожила Вовсе не ориентация Кима Вадим никогда не придавал Этим вопросам Хоть какого-либо значения Его беспокоил Сам отъезд Из его жизни Пусть и ненадолго Уходил друг Весёлый балагур Болтун Душа компании Выпив Китайского пива Отличающегося От местного Разливного Только лишь Завышенной ценой Он спросил Ну Расскажи там Чем ты Будешь заниматься там Ну Как его Лёша закинул В рот Кусочек капусты Вот значит Буду Капусту собирать Овощи там Вот это всё Разнорабочим И что Тебе Предоставят общежитие А то Если бы я один Приехал По договору Но Дядя же у меня есть Он меня всему Научит И обучит Я тебе Фотку его Покажу На что Мне твои фотки Балбес Так и Хотелось Сказать Вадику Будто Они что-то Решают Вадим Всё же Посмотрел Надеюсь Увидеть Хоть одну Правдоподобную Фотографию Вот На фотографии Был изображён Престарелый Азиатский Мужчина В опрятной Одежде На фоне Ресторанчика Суши Я фоткал Тут мой палец Попался В объектив Так ты Был всё-таки В Корее Да Глаза Кима Снова Заметались Я Как его Приезжал Когда Деда Хоронили Он просил На родной Земле Похоронить Вот я И ездил Туда Погоди Ведь ты Говорил Что Был там Когда ещё Совсем малой Был Да Когда Были Пухороны Пять лет А Да Как его Пять лет назад Я Как его Забыл Короче Я там был Всего один день Когда были Похороны Слетал туда С семьёй Обратно Я даже Города Толком Не видел И Забыл Об этом Это Было Десять Лет Назад Ну Забыл Об этом Да Как Можно Забывать О таких Вещах Валя Я Я с тобой Как на Допросе А я С тобой Как будто В гостях У сказки Ну Не Начинай Вадик Заныл Ким Ты Опять Вспоминаешь Про тот Случай Когда я Нашёл Твою Карточку Да Когда я Нашёл Свою Карточку В твоём Кармане Пошли Поехали Заквахтал Лёша Мы же Уже Всё Обговорили Мы Были Пьяны Ты Отошёл Пописать Я Нашёл Твою Карту Подержал В кармане Пока Не Придёшь А потом Забыл Отдать Вот Сделаешь Доброе Дело Человеку А он Тебя Гнобить Будет Давай Ты Про добрые Дела Помолчишь Лёшек Я Тебе И В долг И Помощь Какую Надо И Сам Проставляюсь Вместо Тебя Ну Прости Мурлыкнул Ким Санина Правда Спросил Он Про Пиво Желая Видимо Уйти От Неприятного Разговора Возьмём Ещё Чего Пожрать Спросил Вадик Да Смотри Пока Что-нибудь Я Только Кой Куда Сбегаю Глядя В окно На то Как Лёша Курит Вадим Отчаянно Боролся С той Мыслью Что Подкинула Ему Карина Нелепый Кореец Сомнительной Ориентацией Непонятным Прошлым Неужели Он Всё-таки Ездит С другой Стороны Он Наивный Балбес Для Которого Деньги Не Главное В жизни Бывают Такие Люди Он Просто Не Видит Что Выглядит Всё Это По-свински И Виза Есть Вроде Бы Лёша С кем-то Разговаривал По телефону Можно Было Догадаться Что Звонок Был Нежданный И Багримаса Лёша Была Напряженной Ким Прекратил Курить И Просто Говорил Сигналив Кому-то В воздухе Странные Знаки Рукой Когда Он Пришёл Обратно Видно Было Что Он Поменялся В лице И Снова Был Весел Кто Тебе Звонил Спросил Вадим Да Так Неприятный Разговор С Бывшей С Ленкой Моей Почему-то Думает Что Я Дескать У неё Украл Колье Говорит Что Я Взял А Потом Не Отдал И Когда Расстались Не Вернул Говорит Что Все Стрелки На Меня Указывают Хрень Какая-то Сама Свои вещи Куда Не Попать Кладёт А А теперь Спохватилась Курица Не Бери В голову В любой Другой Раз Нечто Подобное Всегда Разогревало Вадиму Интерес К Перстан К К К Но В этот Момент Он Предполчил Помолчать Лёша Но Как Хотелось Поверить Не Столько Ему Сколько В него Ведь Он Видел Что-то Хорошее В этом Человеке Ему Улыбнулась Удача Какой Друг Будет Устраивать Сцены Перед Отъездом Этично Ли Это Знаешь Что Сказал Вадим Выпив Изрядно Ирландского Эля А Давай Кальян Сюда Один Раз Живём Вот А я Тебе Уже Давно Предлагал Слушать Старших Товарищей Надо Старших Товарищей Передразнил Его Вадик Ты С мамкиного Плеча Не слезаешь Мультики Смотришь Балбесов Наших На место Поставить Не мог Ты Тоже Не мог Так Я же Себя Старшим Не кличу Я Твой Сенсей Забыл Молчал Бы Улух Ладно Сказал Ким Подкинув Зажатую В кулак Руку Я Тебя Пожалею И только Потому что Ты пьян И Проставляешься Вместо Меня Когда Ты уезжаешь Лешек Вечером Поздно В час Ночи Уехали бы Раньше Да Вот только Дела У водителя Ну то есть Как его У брата моего Двоюродного Он тоже Кореец Нет Тебе что Есть Этого Дела Есть И Кнул Вадик Ты же Мне Как Родной Понимаешь Понимаю И Ценю Ответил Ким Дунув Кальянным Дымом Ему В лицо Ну вот Как я без Тебя Глаза Вадика Улажнились Скотина Напился Опять Как же Мало Тебе Надо Чтобы Узюзюкаться Я же Тебе Верю Я Тебе Пойдем На улочку Что Ты Тебя Раскумарила Я смотрю Счет Пожалуйста Как Будете Платить Спросил Официант Карточкой Выпалил Ким Указав Пальцем Его Расплатившись Ребята Направились На улицу В коридоре На лавочках Сидели Девчата Очевидно Школьницы Смеялись Шушукались Видя Представительного Вадима Одна из них Попыталась Привлечь К себе Внимание Оплеснув Помещение Раскатистым Смехом Очаровательная Шатенка Одиннадцатый Класс От силы Вадим Не мог Не обратить На это Внимание Но Малолетки Его Не интересовали В принципе Хочешь Я с ней Замучу Шепнул На ушко Ким Мути Кто Тебе Мешает Только По статье Один Пойдешь Здесь Вадик Доставая Нож Все Нормально Все Нормально Тихим Спокойным Голосом Проговорил Ким Успокаивая То ли Себя То ли Бутусова Я понял Ты Перебрал Выпил Не то Сейчас Ты Положишь Нож Обратно Спокойно Увидят же Люди Все Нормально Ким Кимоподобные Выходки Друга Пугали Ему Всегда Казалось Что Он Держит Ситуацию Под Контролем Но В этот Момент Сам Леша Потерял Осторожность И равновесие Ладно Друг Сказал Леша Неуверенно Отойдя От Вадика На полтора Метра Ты Мне Это Как Его Надо Собираться В Поездку Кое Куда Заглянуть Да Сколько Можно Тянуть Только Как Его Ты Иди Впереди Сели На Приморской И разъехались По своим Направлениям На лице Вадика Можно Было Увидеть Небольшую Слезу Спасибо Тебе За Все Сказал Ким И удалился Из вагона Все Оставшееся Время Вадик Усиленно Боролся С Тошнотой Больше Приключений Не Будет Сказал Он Сам Себе На Следующий День В Шесть Вечера Позвонил Ким Да Мэм Да Прикрикнул Леша Что Нужно Я Это Как Его Уже В Москве Короче Да Ладно Не Это Как Его Дядя Оплатил Проезд На Сапсане У него Там Проблема С Машиной Нарисовалась Внезапно В общем Покумекали Покумекали И Меня Посадили На Сапсан Дядька За Все Заплатил Ну Ну Как Там В Москве Спросил Вазик Я Тут В Аэропорте С Багажом Со Всеми Делами А Мать Она же Ты Говорил Хотела Тебя Проводить Так Она И Проводила До Поезда Ну Молодец Мне Неловко Тебя Просить Опять Подумаю Про себя Вадик Не Может Быть Просить Что Понимаешь Попал В Ситуацию Какую Еще Ситуацию Понимаешь Меня Это Как Его Отправить То Отправили А вот Денежек Не Дали И Хочу Кофе Попить С Булочкой И Снова Эти Булочки Мелькнуло В голове Что То Я Не Понял Вадик Включил Дурачка Вадян Скинешь Мне Пятьсот Рубликов С Какой Стати Я У Тебя Теть Дядь До Хрена Мамка Опять Та Ж Ты Меня Прости Но Кто Я Тебе Двойная Корова Но Маму Я не хочу Тревожить И Она С Интернетом Не Дружит Даже Мобильник У нее Кнопочный Не Умеет Перекидывать Деньги С Карты На Карту До Дяди Ну До Дяди Толика Дозвониться Не могу Ну Помоги Друг Не могу До Зарплаты Буду Тянуть А у Тебя В Копилочке Не осталось Немножко Я Весь Запас На Тебя Израсходовал Леша А Тебе Все Равно Мало Как Нибудь Обойдешься Без Кофе Или Попросишь Кого Нибудь Другого Ну Ладно Поищу Я И так Тебе Помог Из Кожи Вон Вылез И Помог Ты Не Думай Виновата Сказал Ким Не Думай Что Я Не Ценю Всего Того Что Ты Мне Сделал Ты Можно Так Сказать Вообще Меня На Ноги Поставил Переигрываешь Отметил Для себя Вадик Лишь Бо Все Окупилось Окупится Вадян Окупится Сказал Ким Вадику Показалось Что Леша Даже Всплакнул Звуковой Фон На Заднем Плане Был Насыщенным Слышны Были Открывание Дверей Суматоха Посторонние Голоса Спешащих Людей Тогда Отплатишь Своё Это Бизнес Страшовый Бизнес Неоправданный Бизнес Золотые Слова Вадик Я Это Как Его Мы Мы Вчера Как-то Неудачно Расстались Нормально Доехал Кстати Нормально Чуть ли Полвагона Не Обболивал Ну Бог Миловал Без Происшествий Ха Значит На славу Посидели Что Я Хотел Сказать Да Как Его В общем Я много Чего Не Сказал Тогда Хотя Мог Спасибо Тебе За Все За Все Что Ты Сделал Ты Человек Добрейшей Души Я Не Знал Таких Людей Как Ты Вадик Когда Я Встану На Ноги Ты Получишь Куда Больше Денег Мы С Тобой Такой Бизнес Замутим Столько Телок Столько Д** Ты В жизни Не Видел Вот Столько И Будет Отвечаю Я Был На Дне Ты Поверил В Меня Спасибо Друг За Все Вадима Тронула Эта Речь Кривая Полная Слов Паразитов Но Вместе С тем Настоящая Он Почувствовал Себя Героем Который Помог Другу Его Не Интересовало То Что Он Получит Взамен Все Плохое Странное Что Было Раньше Не Переставало Существовать Была Лишь Печаль Вера И Надежда Не На Деньги Не На Возможности А На Счастье Друга Которое Обязательно Наступит И Тогда Он Будет Счастлив Не За Себя А За Другого Как И За Самого Себя А Может Стоило Принять Его Предложение Подумал Он Про Себя Рискнуть Всем Поехать В Эту Страну Нет Бред Чистый Бред Хотя Если бы Это Было Так То Я Б Точно Удостоверился Что Он Туда Едет Его Не Покидало Ощущение Что Все Происходящее Всего Лишь Сценка Из Пьесы Мастерски Разыгранная Кимом Но Как Жи Приятное Мечтание Как Мягко Надежда Вивает Тело Что Не Хочется Выходить Из Этого Кокона Попрощавшись Он Отметил Что Леша Был Максимально Искренен Вот Только Зачем Просить У меня Снова Денег Спрашивал Самого Себе Вадик Записывая Переживание На Диктофон Неужели Он Не Понимает Как Это Выглядит И То Есть Этот Дядя То Нет Его Не Дозвониться Бред Какой Бред Вадя Ветер Пробивался Квартиру Отгоняя Тревогу Голос Молчал Чтобы Скрасить Свою Печаль Вадим Вадим Включил Радио Культура Сегодня Я Прочитаю Басню Леонардо Да Винчи Про Крота Крот Любил Бродить По Прохладным Подземным Ходам Которые Прорыли И Вычистили Его Родители И Деды Он Взбирался На Верхней Галереи И Спускался Вниз Где Находились Кладовые С запасами Съезд Ново Впрок Обследуя Своевладения И богатства Он Обнаружил Однажды Незнакомый Лаз И Решил Узнать Куда Он Ведет Остановись Послышался Предостерегающий Голос Этот Путь Опасен Но Движимый Любопытством Крот Полз Все Выше И Выше И Наконец Раскидав Лапами Землю Увидел Голубую Приголубую Бездну Открывающуюся Перед Ним Но Это Было Последнее Что Бедняга Увидел В жизни Яркий Луч Солнца Ударил Под Слеповатые Глаза Щелочки И Ослепил Крота Вот Так же И Лож Может Жить Припевающее Только Хранясь В укрытии Едва Одна Появляется На свет Как Тот Час Умирает Ослепленная Правдой Ослепленная